Ой, девочки! Так, у нас нагрелась моя рукава, ну, сразу понимаете, что на кухне профи, да? Сборщик! Ё-моё! Они чё, все одинаковые? Крошки мои, хорошая, приятная новость! Ай, слёзы текут! Наскоряк самое вкусное блюдо для меня! Доброго всем дня, мои хорошие! Да, влог я свой начинаю в тот день, когда я приехала с Москвы. Я приехала, закончила предыдущий влог утром, и вот уже полдня я раскачиваюсь, только выехала из дома, потому что у меня очень много посылок, которые мне нужно пойти получить, и мамины, и мои. Вот, я взяла даже с собой большую синюю сумку, чтобы туда всё запихать, потому что там у меня посылки с китайских сайтов разных, с Алиэкспресс, и мамина посылка, и ещё там для волосы заказала. Ну, прям интересные новые средства попробовать. В общем, всё это буду снимать, рассказывать вам, и я вообще рада, на самом деле. Мне ещё сейчас заказик надо сделать, я обожаю покупки, распаковки, безумно, безумно люблю это всё дело. Вот, и я ещё не могу никак до конца в себя прийти после поездки. Мало того, что после поезда такая ещё немножко, может быть, качает где-то меня, да. Вкусно поела, попила, искупалась. Голову не стала мыть, она как бы у меня не такая уж там не свежая, просто надо её расчесать. Ладно, завтра, короче, уже, наверное, помою. А может, сегодня. Не знаю, короче, я такая спокойная сейчас, удовлетворённая, умилённая, плавная, текущая. Сейчас я еду на почту, потом в СДЭК. Соберу все посылки. Сейчас начало третьего. Вот, потом не знаю, что я хотела к друзьям заехать, попить чай. Мама, наверное, сегодня у меня останется с малышом. Завтра, наверное, я её отпущу уже домой, ей там тоже надо снимать, поделать дела. Дома чистенько, вкусненько всё. Хорошо, когда мама рядом. Звонили мне, кстати, привезли фасады уже, то есть они уже всё в Ростове, уже мастер только, вот как он освободится, он придёт, нам доделает фасады. И будет кухня у нас завершённая. Вот, будем думать над следующими вариантами. Во что мы будем вкладывать деньги, и какие изменения будут у нас в квартире. Вот, вроде бы, пока и всё. Начало влога. Пойдёмте. Поедемте. Буду вас брать с собой, показывать вам что-нибудь интересненькое, или озвучивать свои мысли вслух, если таковые интересненькие будут. Получила, девочки, посылку. Смотрите, синяя сумка, она просто полная. Это вот сверху два больших, а там мелких. Короче, у меня, короче, у меня где-то, знаете, сколько пакетов? Сейчас скажу, 10, 12. 12 пакетов. А ещё с Алиэкспресс, или когда присылают, они бывают ещё тебе в один большой пакетке, да, вот ещё там 5 пакетов. Короче, всего, мне кажется, у меня пакетов 30. Так было прикольно. Я ещё проверяла, как бы всё-всё-всё ли пришло. Ну, ещё едут посылки, да, но прикольно распаковывать вот это вот. Я не знаю, блин, напишите, у кого такая же любовь к распаковке, как у меня? Я беру даже вот с Алиэкспресс что-нибудь заказываю, мне просто интересно, это тут сюрприз. А выйдет, не выйдет. И знаете, как приятно, когда, ну, я имею в виду качественно, что не выйдет или не выйдет. И знаете, как приятно, когда ты, бывает, и не ожидаешь, думаешь, ну, фигня какая-то, да, придёт, а приходит что-то прикольное там, например, да, качественное. Ну, короче, класс. Так, едем сейчас в СДЭК. Так, ну что, бодрячка ещё не поймала, хотя я сегодня утром выпила. Три кружки кофе, у меня аж плохо было. Аж пришла домой, думаю, блючит с желудком, надо поесть. Мне кофе обычно вызывает голод какой-то жуткий. Дома поела, и сейчас уже чувствую, что хочу кушать. Собрала все посылки, которые пришли. Сейчас буду поднимать эту огромную сумку синюю, покажу в подъезде потом. Вот, приеду сейчас домой, всё разложу, маме покажу, и всё. И скажу ей, чтобы она меня сегодня отпустила, чтобы я такая сама с собой побыла. А она с Денечкой побудет сегодня. И всё, и завтра её отпущу, пусть отдыхает. И так она без нас отдыхала, но всё равно, наверное, завтра её отпущу. Ну или сейчас поговорим, может, в понедельник. Но она, наверное, завтра будет, не против. Сейчас решим, что мне нужно сделать вообще, куда мне нужно сходить. У меня пока мысли полностью расфокусированы. Я точно знаю, что мне нужно снять. Вот, это мне надо привести себя в порядок и снять. Возможно, даже её надо завтра оставить, чтобы она пока с Денькой занималась. А я бы всё это дело снимала. Вот. А потом её отпустить к вечеру. Вот так, наверное. Мозги, короче, расфокусированы и не могу собрать их никак. Ну, после поездок у меня так часто бывает. Но сейчас мне моё состояние нравится. Оно такое, знаете, как будто, знаете, лежишь ты на волнах, на лёгких таких волнах, на воздушном, господи, на резиновом, воздушном, на резиновом матрасе. Слова подобрать не могу. Ну, вы поняли. На надувном матрасе лежишь на волнах, он такой крепкий, классный, тебя качает, солнышко не фигачит в глаза, там, коктейль в руках у тебя, и ты так. Я даже замечаю, что какие-то обстоятельства вокруг, которые, я вижу, что они могут сейчас идти на какую-то агрессию, там, с чьей-то стороны, какого-то плохого настроения, или вот это вот маски. Надимите, надимите, снимите, если нету, покупайте. И я чувствую даже, что я, давайте, куплю. То есть у меня такое настроение, что конфликты просто по маслу соезжают, и их не будет, потому что я не настроена. Это настроение мне нравится, да? Класс. Короче, бегу домой, поднимаю все и есть, хочу есть. Всем доброе утро. Утро начинается у меня с кофе, соевый кофе. Здесь у меня кофе мой любимый, в общем-то, сваленный. Добавляю. Так, пеночка, все дела. И кедровый орех. Кстати, вот эту идею мне подсказала моя невестка. Они были где-то в Анапе или где-то, не помню, отдыхали, в общем. И там она угостилась, угостилась или купили кофе с кедровыми орешками. В них прикол то, что они не собираются на дне, а они распределяются по всей, ну, как бы, по всей высоте кружки. Не знаю, как-то они легкие, может быть, летают. И пока ты пьешь кофе, тут постоянно попадаются кедровые орешки. Вот, прикольно. Кто любит кедровые орешки, это вот, хорошее. Такой у меня будет завтрак, можно сказать. Завтрак-бодрость. Вот так мешаем. Все. Сахар-изнаменитель, конечно же. Утро ночи на практически здоровое. Здоровое утро. И вам доброе утро. Ой, мои хорошие. Кофе попила. 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 И скупалась. Настроение хорошее. Сейчас ем вот завтракаю гранолой. И маме как раз говорю, что я ее ем. И такое ощущение, что она... Либо вот я брала просто разные гранолы. Это запеченные мюсли с всякими там ягодами. Или это с орехами, по-моему. С изюмом и с орехами. Ем. Такое ощущение, что я либо долго полежала. Ну, оно у меня лежало. Ну, как бы пачка открытая, но лежала в контейнере. Либо потому, что долго полежала. Либо это какие-то вот дешевые мюсли где-то я брала. У них вот какой-то такой полежавший привкус. Прям ем без удовольствия. Вот. И думаю, что я, наверное, их не доем. Сейчас что-нибудь другое позавтракаю. О! Яички! О! А авокадо еще осталось у меня? Яички, авокадо и помидорка. Вот чем я позавтракаю. И Денька будет яички со мной тоже. Вот. Ну, Денька тоже, он две ложки съел этой гранолы. А потом ему что-то попалось. Вот что неинтересно, ребенку что-нибудь попалось. И все, он начинает выплевывать. Надо подбирать ему там. А. Б. Б. Что ребенок делает? Он учит у меня всегда буквы. Он самостоятельно. Цифры, буквы. Вот сидит и учит. А. Любит книжки. Буква А. Буква А. Да, ну-ка. Какая буква? Буква А. Молодец. А это? Б. А это? Это. В. В. А это? Буква? Буква. Какая? Это какая? Г. Г. А это буква? Это. Какая буква? Д. На домик похоже. Д. А давай посчитаем. Давай. Какая цифра? Цифра. Один, два, три, четыре, пять. Это мы знаем хорошо, да? Ладно, рисуй. А то пришла, а то отвлекать скажи, да? Вот самостоятельно берет книжки, читает. Это он вообще меня очень любит. И буквы, да, он уже многие знает. Но не по порядку. А из-за того, что у нас приложение такое в телефоне, он просто как бы в разнобое. Типа, найди букву там С, и он ее ищет, да? Но вот так алфавит полностью не знает. Но видите, вот букву А и Б он знает. Я его не учила особо этим буквам. Это он сам где-то запомнил. А вот остальные еще не совсем. А, еще он хорошо знает буквы, потому что, когда в игрушке, в приложении, там идет буква и картинка. То есть, например, С, цапля, да? Там З, заяц нарисованный. И когда там найди букву З, он там, знаешь, заяц. И сразу зайца показывает. Ну, параллельно запоминает, как выглядит буква. Ну, короче, сидит сосредоточенный максимально. Мила ему пытается помешать, поиграть. Но ничего у нее не выходит, потому что ребенок занят. Зайчик. Зайчик. А, мамачоли, что мама кушать, кстати, собирается? Моя любимая овсяночка. А, ты не изменяешь себя. Да, я люблю овсяночку. Мама овсянку. А я сейчас, кстати, поменяю. Да, я поменяю себе завтрак. В общем, и будем потом снимать с ней, кстати. Я здесь оставлю ссылку под видео. Мы о чем будем снимать вместе. Говядину, стейки. Из мраморной говядины. Мы будем готовить стейки из мраморной говядины на нашей сковородке гриль. И там мы попробуем два варианта, короче. Ну, посмотрим. В общем, я вам покажу, что там будет. Я, может быть, без масла буду готовить. Мама с маслом. Может, мы сразу все подготовим. Ну, короче, видео будет на ее канале отдельное. Ссылку я под видео оставлю. Заходите, смотрите. Там рецепт очень классный. У меня любимый готовил. И прям просто, я говорю, ты будешь на кухне просто вот готовить вот эти вот стейки мраморные. Очень мне понравилось. Готовится очень быстро. И вот, ну, как бы мы будем готовить так, как он прям говорил. Ну, может, принесем какие-то моменты. Но главное не испортить все. Вот. В общем, кому интересно, кто любит говядину, кто мраморную говядину любит, кто быстро и вкусно хочет, короче, проходите по ссылке на мамин канал и смотрите видео. Так, я уже накрутилась, накрасилась, так, искупалась, это вы видели. Сейчас хочу приготовить яичницу на сковородке-гриле с Фаберлик и без масла. Мама говорит, а не прилипнут. Я говорю, это же антипригарное покрытие. Она говорит, а яйца всегда прилипает. Ну, не знаю, давайте вот проверим. Я не хочу, чтобы прилипали. Сейчас сделаем меленький огонь. А что он меленький? А. А он меленький не делает сама. Точно, господи, больше ты мой, не ту кручу. Так, вот. Меленький. Так, мои хорошие, я тут хочу, чтобы вы меня видели, как я тут такая готовлю, девчонка. Девчонка готовит. Так, у нас нагрелась моя рукава. Ну, сразу понимаете, что что, на кухне профи, да? Так, вроде бы нагрелась у меня на маленьком огне. Вот так вот мы вбиваем яички профи-сионально. Об сковородушечку. Так, куда-то они текут у меня вбок. Так, выкидываем. Моем ручки. Не надо. Не надо мыть ручки. Как так же? Ручки. Ручки всегда надо мыть, дайка. Ручки. А где соль эта маленькая? Ну вот она, надо здесь. А, вот здесь все. Я еще не выучила, где что. Это у меня мама хозяйка пока что. Так. Чуть-чуть посолим. Кстати, я вот люблю как-то на руку и руками. Я более контролю соль, чем в какой-нибудь фигне. Вот так вот. Давайте покажу вам поближе, что происходит. Пожалуйста, посмотрите, что происходит тут вообще. Можно еще, кстати, помидорчики сюда на гриль бросить. А вот, например, смотрите, вот так бросить на грильку. Оп. Без маслица все. Проверим сейчас, как оно. Так, ну что, яички на медленном огоньке у нас прекрасно себя чувствуют, по-моему, да? Как вы так криво у меня как-то стоите. Вот так. Яички красившие. Мамуля, посмотри, ничего не прилипает вообще. Посмотри, они отходят, как яйца прекрасно. Это потому, что медленный огонь. Это будет мой нормальный завтрак, потому что гранола в итоге опозорилась. Гранола опозорилась. Все, а? Красиво? Я помидорчики сразу сниму. Так, кладем хлеб-тостер. Два кусочка, я думаю, мне хватит. На минималочке я делаю его. Вкусная приправа – это вот перец с лимонным ароматом. Перец с лимонным ароматом. Очень вкусная приправа. Ей можно приправить все. И яйца, авокадо, помидорчики. Будет чуть-чуть кисленькое, перчоненькое, вкусное. В общем, вот какой завтрак у меня получился. И хлебом, блин, в последний момент поцарапало яйцо, и оно растеклось. В общем, такие хрустященькие, хрустященькие. Вот так вот они прям, прям скорее хочу кушать. Приятного аппетита! Решила со штативчиком снимать. Маленький штативчик освободила. Короче, я не знаю, как я выгляжу сейчас. Может быть, размазалась уже тушь немного и прическа так себе. Сегодня продолжается такой же вяло текущий день в плане моего внутреннего. Я утром встала, как бы должна была снять, пока мамы здесь хотя бы два видео. Сняла эти два видео и поняла, что просто все. Я в ауте, потому что мне мешали снимать видео, естественно. Денька бегала, отвлекала. Милка бегала, отвлекала. Иди, даешь кашку. Не лезь сюда. Иди, даешь кашку, и потом идем спать. Вот, и в итоге я вот это вот все-все наспеху. Все равно я спешу, потому что нет у меня так вот, чтобы вот сегодня, например, да. Снимай сколько хочешь у тебя времени. Я спешу, чтобы отпустить маму, чтобы она скорее поехала дела, свои дела. Естественно, быстрее, чтобы ребенок ждет меня. И когда я тороплюсь, короче, я тороплюсь, у меня все валится из рук, у меня что-то там не получается, я нервничаю. Короче, я два видео сняла, я очень сильно понервничала. Вот, и в итоге мы с мамой сняли еще видео. Уже как-то я уже расслабилась более-менее. И мы с ней жарили мясо по рецепту моего любимого. Точнее, ну, никакому рецепту. Он очень просто готовит мясо, но оно у него получается очень вкусное. И, в общем-то, мы ели мясо, его приготовление, приготовили немного по-разному, он точнее, да. И было это все очень вкусно. Я попыталась повторить, а что получилось, вы на мамином канале, ссылка будет под видео. Я прямо на это видео могу даже оставить ссылку. Или просто на мамин канал, зайдете, там мы готовим стейк на обложке вместе. Вот, зайдите, посмотрите. Может, у вас будут какие-то советы по приготовлению мяса. Мы с удовольствием затестим. Целый день я пробыла дома. В общем, такое же настроение продолжается сегодня у меня целый день. И я вот втыкаю. И сейчас время 9 часов. Я, в принципе, сделала основные моменты. И теперь я накормила сына. Сейчас он доедает. Я иду, кладу его спать. А сама буду смотреть сериалы. Мне прям нужно, чтобы мой мозг еще немножко поприходил в себя. Мама говорит, что это нормально. После поездки я всегда такая. И, в принципе, это нормально. Потому что нужно собрать всю себя в кучу. Ну, что могу сказать? Наверное, на сегодня я с вами попрощаюсь. Увидимся уже завтра. Не знаю, когда я вольюсь в русло. Но завтра я буду снимать новые видео о распаковочке. А, блин, еще пришла посылочка одна долгожданная. Надо ее поехать завтра забрать. Что-то мне еще надо было из-за чего-то выйти из дома. Ладно, завтра буду вспоминать. В общем, до завтра. И посмотрим заодно, как моя прическа сохранится или нет. Я в этот раз, знаете, я крутилась на бигуди, купила себе бигуди-липучки. Но как-то с ними мне очень сложненько ходить и делать как-то не то. В этот раз я решила... Но мне очень понравилось на мокрые волосы наносить какой-то мусс для фиксации, пенку. И мне прям понравилось, как волосы себя чувствуют, как они объемчик придают и вообще что-то новое. И я решила, короче, в этот раз я сделала так укладку. Я помыла волосы, полностью их высушила. Даже с пенкой они, ну, более интереснее, когда просто прямые, высушенные, как будто больше держатся, что ли. Ну, не знаю, что-то интересненькое. И в итоге взяла, просто на плойку накрутилась. Но с пенкой. Она еще травмозащиту там какую-то имеет. В общем, ну, прям на свежие волосы хорошо высушенные сразу, да, зафиксировала. И с лаком еще. Мне интересно, как завтра у меня, что останется. Насколько вот эта пенка, потому что с пенкой я раньше никогда не укладывалась. Насколько эта пенка будет держать вот мои кудри. Ну, целый день я с ними вот хожу, и они, мне кажется, нормальные. Да? Нет, палюсь. И умыться еще надо. Вот. Короче, планов, как всегда, много. Наполеоновские планы все. Проблема только в том, как бы это все структурировать. Причем у меня очень много книжек. Как закончить начатое, менеджмент. Потом еще там что-то я купила одну книжку. Короче, книжек очень много. Осталось только их прочитать и действовать. Ладно, мои хорошие, спокойной ночи. Наскоряк самое вкусное блюдо для меня. Авокадо, помидоры и яйца. Посыпанное вот этим перцем лимонным. И посолить сверху. Сейчас даже нет у меня хлеба. И я вот сейчас это съем, перекушу. А на самом деле я хочу сейчас заказать суши, наверное. Вот. Хочу и... Хочу заказать суши и сладкие, и горячие, и холодные. Вот. И, наверное, Даньку уложу сейчас без 5-8. Я сейчас закажу их, пойду его укладывать. И как раз они приедут, когда... Чего у тебя, полнорот чего? Открою. А, это ты просто воздух надул. Вот. Короче, столько дел попеределала всяких разных. Устала, такая все на суете. И я ничего еще не ела. Вот сейчас буду только это первый раз съесть. Надувай. Давай. Давай. Заказала суши. Пришли, буквально приехали. Мне кажется, полчаса прошло. Сейчас открою, покажу, что заказала. Так, заказала две сладюшки. Я их просто обожаю. Они там идут с вишенкой такой вот там в середине. Там маскарпоне какой-то, сладкий сыр вот там идет в пленочке, в блинчике. Короче, кайф. Также заказала Филадельфию с креветкой. То есть я люблю лосось, чтобы был, креветка, чтобы была. И вот горячие аяши. Вот все, соус тут на две персоны. Палочки. Будем сейчас есть всей толпой. Приятного аппетита вам. Ну что, мои хорошие, доброе утро. Мой новый лук готов. Смотрите. Пойду вот эту кофточку, кстати, перебираю потихоньку вещи, да, и понимаю, что она мне нравится. Я ее так долго не носила. Я уже второй день ее одевала, уже сняла в ней видео. Она такая свободная, классная. Мне кажется, очень даже вписывается вот во все. Мне очень комфортно, и она мне идет. Все, уже поменяла рюкзачок. Засунула сюда все, что нужно. Свои любимые чешки. Ну, короче, это макосины-лоферы такие, знаете, очень удобные. Как чешки в них гонять можно. В общем, такой у меня образ сегодня. Вот, сейчас еду с Деньку, это, в садик. У нас время пока есть документы отдать в садик новый. Вот, узнавала, кстати, про разные садики, частные. В общем, да что ж такое, опять туалет открылся, да? Ладно. Короче, садики от 10 тысяч. И то какая-то женщина одна. Я звоню, вот, знаете, интуицию всегда нужно слушать. Есть какие-то женщины, да, вот, директрисы, да, хозяйки, может быть, этого. И вы знаете, одной звонишь, она, здравствуйте, да, да, да. Все, по телефону чувствуется позитив, энергетика. Это не придумать, знаете. Это не так, что у неё хорошее настроение, а она такая ха-ха-ха-ха-ха-ха. А просто она такая, даже если бы у неё было плохое настроение, просто человек понимает, что ей сейчас звонят, что, возможно, будет новый ребёнок, да, там новый человек. Ну, как-то, не знаю, как-то вот чувствуется позитив, энергетика классная. А кто-то звонит, не знаю, может у вас плохое настроение было, ну, не похоже, то есть агрессии какой-то не было, но было какое-то, знаете, да. Ну, если сейчас придёте, будет 10 тысяч. Я такая, в смысле сейчас придете? То есть у них так 13 стоит частный садик, да? Если я сейчас приду и куплю до конца недели, то будет 10 тысяч. Я говорю, это только первый месяц 10 тысяч? Или всегда? Она такая, нет, всегда будет. Я думаю, как-то странно. Вот я сейчас приду, и если я сейчас приду, принесу 10 тысяч, я всегда буду платить 10 тысяч, без повышения. А другие люди 13 будут платить за садик. Думаю, как-то это странно, несправедливо. Понимаешь ли, акция, там, один месяц, да, ты платишь, или там первые 2 месяца, или первые 3 месяца, да? А потом как бы платишь полную сумму. Ну, полностью как-то странно вообще. Я не поняла эту акцию, я не поняла. И плюс у нее какая-то речь такая была. Вы знаете, я прям вот почувствовала энергетику, вот и все. Я думаю, нет, я не хочу ребенка отдавать даже за 10 тысяч в садик, где такая эта. Ну, короче, сейчас я хочу в государственный садик, новый садик, да, устроить. Я посмотрю, какие там условия, как, что. Если все сложится отлично, то хорошо. Если нет, то мы будем, наверное, ходить в тот же садик, который ходили, потому что он мне очень нравится, воспитатели нравятся, которые там были. Ну, и Денька как бы там всех помнит и знает. Хочу скорее выделить время на то, чтобы поразбирать гардероб свой с удовольствием. Ну, короче, мне мой лук сегодня очень-очень нравится. Такая прям мадамки. Смотрите, как я их сделала. Даже не нужно на эту штучку цеплять. Они просто сюда вот залазят. Вот здесь опора и здесь. И все. И прилипли. По-моему, классно. Вот. Тонировочка. И здесь тоже самое. Раз, раз. Уже меньше Деньку видно. Но видно. Прибежала домой. Забрали посылки. Садик на учет поставила. Неизвестно, кстати, когда у нас садик откроется. На октябрь теперь вроде бы. В октябре, может быть, в октябре, ноябрь. Прибежала домой. И раньше, знаете, что я никогда не ела суши, когда они уже не только что приготовлены. Мне особо не нравилось. А я поняла, что дело просто в голоде. Если ты очень голодный, то тебе зайдет и будет вкусно. Вот у меня остались вчера. Ну, представляете, я заказала раз, два, три порции суши и съела только половину. Утром я позавтракала сладким, потому что я взяла две порции. Они кайфово сохранились. Классно, супер. А вот сейчас роллы залетают только так. Думаю, какая вкуснятина. А я все время выкидывала. Представляете, прям. Ну, прям вот на следующий день я их выкидывала. Просто надо было проголодаться. И классно. Они, ну, свежие. Просто рис немного твердеет, знаете. Чуть твердовато. Но в целом вкусно. Сейчас, короче, кушаем. И я хочу, наверное, поехать в Икею и взять кровать. Потому что сегодня созванивалась с Ленок. Говорю, в гости хочу, чтобы ты приехала. Она говорит, я хочу в гости приехать. Я говорю, ну, вы, чтобы приехали. Я хочу вам устроить нормальное спальное место. Ну, чтобы они с ночевкой приехали. Чтобы они могли разложиться. Спокойно, классно поспать комфортно. А не как в прошлый раз. Не прям, ну, не люблю, короче, когда ко мне приходят гости. И они, ну, как бы... Она говорит, все нормально было, но мне хочется, чтобы было комфортно. Поэтому и мама уже ждет, не дождется, когда я куплю это в детскую, эту кровать. Наверное, поедем сейчас. И я ее закажу, доставку оформлю. Она, может, еще через неделю приедет. Вот, короче, кушать. Так, ну что, мои хорошие, тут кое-какие дела маленькие еще поделала дома. Заказ сделала. Покушали. Все. Дэн, на, бери рюкзак. Одеваемся. Давай ручки. На улице жара такая, самый кайф даже сходить, куда-нибудь-то загорать. Но я знаю, что это так утомительно просто. Дома так хорошо. Сейчас едем в Икею. Еще раз с мамой созвонила. Сейчас смотрим, короче, эту кровать. Смотрим, что там за матрасы. Вот, вопрос в матрасах. Если там у них жесткие матрасы, мы что-то забыли, как там, если раскладывается, то как в матрасах тоже выезжает. Короче, вот еще раз я взглянула на эту кровать. Все-таки, да, мы ее хотим. Но, представляете, нет в наличии. Их разобрали. Они завтра будут. Завтра мы уже закажем ее онлайн. Ну, чтобы не привязываться. Сейчас он не дает онлайн там. Заказать ее. Короче, ее закажем. А матрасы, здесь два матраса, получается, один на один. Если мы вот здесь вот это отодвигаем, вот так вот, видите, то, получается, матрас как бы тут лежит. И вот матрас рядом кладется, и все, она большая получается. Еще и ящики внизу есть. Классно. Ну, короче, белые все разобрали. И матрасы просто нереально мягкие. Просто на него садишься, вот так и скатываешь. Ну, вот это средняя жесткость, а там есть жесткие, но по ощущениям он такой же. Поэтому матрасы я сейчас посмотрю где-нибудь в другом месте. Например, Аскона. Короче, вот так вот выглядит. Видите, как диванчик. Раз, положил туда подушечки, матрас и как диванчик уже. Кайфуешь. Лежишь, сидишь, спишь. Ну, вот Денька пока будет спать, он будет вот так спать, на сложенной. У нас будет мало места занимать. Кто-нибудь приедет, раз, разложили, застелили. Мне кажется, классно. Смотрите, какие крутые обои. Это в Леруа продаются. Вот они стоят. Лиз. Короче, мне нравится в том, что они объемные. 1114 цена. Не знаю, что за чем. Тут вот артикул вроде. Короче, вот смотрите, объемные. Прям классно, мне кажется, так покрасить. Где у них стыковочка? Вот она. Покрасить так, и вы знаете, как будто на объемном чем-то. Да? Прикольно. Девочки, просто гламурка. Гламурка, кроватка. Посмотрите, прикроватная. Диванка. А вы смотрите, как красиво. Боже мой, боже мой. Это лакшир какой-то. Лакшир. А это сваровские. Вообще кайф. Я люблю, кстати, спинку, что она такая огромная. И даже вот такой комодик есть. Очень красивый. Бомбо. Короче, я заказала матрас. Мы заказали матрас. Два матраса. Вот. И еще не заказала кровать, потому что она будет только завтра. Но зато заказала два матраса. Вроде жесткие. Вроде должны быть крутые. Все, сейчас мы едем домой. Наверное, уже все. Прибежали домой, помыли руки. И сразу я, короче, делаю тосты. Купила такой специально для тостов. Хлеб тостовый. Вот. Деньки сделала бутербродик. Вот тосты. Вкусно? И с сыром. Сыр взяла вот такой. Президент Мазда. Ну, вкусненький, кстати, его не брала раньше. Мне понравилось. Надо будет многие попробовать. Себе сейчас вот разогреваю сковородочку. Без масла, без ничего. Сосисочки. Я люблю сосиски, девчонки. Вот как ни крути. Очень люблю. И сейчас вот я на гриле сделаю сосиски. Думаю, может, даже парочку. Сейчас посмотрим, что получится. Я ни разу на гриле не делала. Я, кстати, взяла еще филе и индейки, чтобы тоже сделать вот так, без масла на гриле. Сделала на самый маленький огонь. Ну, что-то типа того получается. Не знаю, может, я что-то неправильно делаю. Нарезала тоненько помидорочки. Помидорочки вот так вот положу я. Вот так вот. И сверху сосисоньку. О, объедение. Еще прям сюда вот не хватило мне бургер-соус. Вот этот он такой. Немножко островато, но придает вкус прям бургера. Кстати, классный вкус. На гриле сосиски вообще другой вкус. Приятного аппетита. Ох, просто не переодеваюсь. Покушали, попылесосила. Она всю посуду в посудомойку запхала, насобиралась уже. Ну, красота, чистота, просто супер-пупер. Аж, ну, то, что не стала мыть посуду, вот если бы мыла посуду, наверное, не стала бы пылесосить. А то, что я ее закинула, думаю, для и времени свободное как-то осталось, можно попылесосить. Ну, и как бы силы остались, вот именно вот окно. Свободное окно. Вот, сейчас переоденемся уже, и время полвосьмого будем укладываться потихоньку, купаться и спать. Мама, мам, давай поиграем. Можно я тебя покусаю, мамочка? Вот так, аккуратненько, не больненько. Можно, мама? Мама? Еле-еле прикусывает. Вот прям играет, заигрывает. Такая моя девочка. Чтоб маме больно не было, да? Че моя кофенька? Че моя девочка сладкая? Скажи, мамы не было, никто со мной вот так не играл, никто меня вот так не чаловал. Да? Че моя сладкая? Че моя сладкая? Моё, моё, моё. Ай, хищница! Ай, хищнёга, моё, хищнёга, хищнёга, хищнёга! Хищница моя, да? Прости. Мням, 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 мням. Поиграй со мной, мам, поагрессивнее со мной, поиграй. Я же хищная девка, я же хочу агрессии, агрессии хочу. Агрессии хочу, вот так вот. Напали, напали. Привет, мои хорошие, доброе утро. Проснулись мы, без пятнадцати десять сейчас. Сейчас должен прийти человек, который будет доделывать нам кухню. Я уже освободила. Вчера он не пришёл, сегодня должен прийти, освободила. Вот здесь, вот здесь, вот здесь вот. Хочу, чтобы он нам вырезал здесь под вытяжку всё-таки дырку. Сейчас вижу, и не найдёшь, где эта вытяжка находится. Вот так вот сделали предыдущие. Они не предупредили нас, закрыли вытяжку. И всё, и меня это не устраивает. Потом вот здесь вот моментик обрезать надо. Видите, впритык к холодильнику. Будем вытаскивать в холодильник, поцарапается. Вот здесь надо обрезать, он сказал, обрежет. Ну и некоторые розетки. Это я сейчас выставила всё сюда. В некоторые розетки не заходит вилка. Странно. Вот, он сказал поправить. Ну и вот здесь фасады. Их не было в комплекте, когда нам привозили кухню. Потеряли где-то по дороге, может. Ну, в общем, сюда два фасада будут. Я решила сделать фасады. Пусть пока будут, чтобы всего меньше было на виду. Вот, а там уже посмотрим. Может, сниму один. Вот, ещё вчера я наконец-таки поменяла серёжки медицинские на золотые. Вот они, которые у меня были. Которые специально были предназначены для вторых дырок. Мне очень нравится. Там такой цельный камушек. И прям вот намного лучше выглядит. Вот я всё сравниваю вот с этими серёжками, которые у меня здесь поближе. Там у меня маленький бриллиантик и огранка. Оно светилось очень хорошо, но надо вот чистить, ну, чтобы, знаете, прям вообще играло. Но вот по сравнению, где цельный камень, но вот по сравнению, где цельный камень и где маленький камушек с огранкой, то вот где цельный камень, он как-то больше, мне кажется, искрится, что ли. Поэтому я хочу себе новые серёжки вот сюда с цельным камнем. Ну, таким побольше. Вот, сегодня пойду чё-нибудь посмотрю себе. Вот, чё ещё? Что ещё? Ну, всё. Прямой эфир хотела сегодня провести. Вообще, я проснулась сейчас. Это мило сходится. Вообще, мы только проснулись. Сейчас к 10 он придёт уже. Я с кофе ещё даже не пила. Сейчас выпью кофе и... Так, мой завтрак сегодня. Это вот такая вот гранола, которую я беру в ленте. Мне она нравится. Шоколадная. Вкусная, сладкая, запечённая. Сегодня я буду этим завтракать. Ой, девочки. Я решила взять камеру, чтобы поделиться. Впечатления у меня. Сериал вот этот папик, который я смотрю. И просто он вначале, как бы, ну, смотрю, такой лёгкий, позитивный, главный герой. Классно. Но вот, чём дальше, тем, короче, просто и смех, и слёзы, блин, и юмор такой прикольный. И очень такие трогательные моменты. И я сейчас рожала, да, на... У меня какая-то сейчас одиннадцатая или двенадцатая. Сериал, короче, там главный герой там, в общем, напомнил мне меня. Вот. Я сожрала, не могла остановиться. Я ещё кушаю в этот момент. Ложку взяла в рот и просто... И до слёз. А перед этим грустная сцена там такая. Не грустная, она не грустная, она трогательная. Что, знаешь, вот какое-то осознание, когда приходит, да, к человеку какое-то, он понимает, что что-то всё такое мелкое, да, и что-то такое... А что-то такое ценное. И вот когда вот люди это понимают, когда они вот это вот сидят какое-то время, да, там день, два, три, или просто сидят, переосмысливают и понимают, что у них сейчас мозг переворачивается, они там что-то думали не так, а сейчас вот думаю так, переосмысление, короче, внутреннее, да, и человек приходит к чему-то, начинает менять свою жизнь. Это так круто, это так трогательно. У меня это до слёз, честно говоря, особенно, когда это могут передать в сериале или в фильме. У меня это до слёз трогает. И следом идёт смешная сцена, я просто не ожидала, она так резко. И просто показывает меня, грубо говоря, и я ржу, не могу, просто в рот набрала ложку, и не могу остановиться, думаю, сейчас подавлюсь. Короче, сериал «Папик». Офигенный. Я ещё не досмотрела, я только вот где-то на 10-12 серии, блин, но я ржу. Последние 5 серий мне ржу, не могу. Ой, сейчас чё мы... А, блин, вообще, девочки, вот этот сборщик, ё-моё, они чё, все одинаковые? Они все какие-то сборщики, я не пойму, что за люди такие? Короче, очередной сборщик должен прийти, доделать там пару моментов. Он мне звонил несколько дней назад, сказал, там будут такие, тогда-то, тогда-то там. Я говорю, хорошо. В итоге, в тот день, когда он должен был быть, он говорит, я не могу прийти, и я чё-то плохо себя чувствую, я приду там завтра. К 9. Я говорю, к 9 не надо, давайте к 10 хотя бы, потому что я допоздна работаю, говорю, мне надо выспаться. Хорошо, к 10, до 10 вас тревожить не буду. Время пол-одиннадцатого, его нет. Я звоню, я говорю, вы где? Ой, вы знаете, я себя плохо чувствую ещё, как бы, да, и вот я иду сейчас к врачу, на 11 я записалась, сейчас я пойду к врачу, и вам тогда уже, вот, не тот же ли это Николай, интересно, и к вам тогда приеду. Думаю, ну, хорошо, часов в 11 у него там доктор, до 12 может, ну, к часу где-то приедет. Время полтретьего. Я звоню. Он такой, я говорю, да, да, он такой, да, типа, слушаю. Я говорю, как вы там себя чувствуете? Как у вас там дела, говорю. А, дела у меня хорошо, хорошо. Я говорю, уехать собираетесь. Он, а, да, да, буду через 3 часа. То есть, понимаете, человек собирался в 9 прийти, и от 9 он будет в 3 часа, это где-то уже, а мне к 6 часам нужно идти навстречу, там, в одно место, в другое место, у меня, короче, дела. Я говорю, нет, через 3 часа можете не приходить, говорю, у меня дела, у меня дома не будет. А, хорошо, ну, завтра, утром приду. Я говорю, слушайте, на самом деле, вы, говорю, можете сколько угодно, вы можете хоть месяц как бы ходить, да, когда вы придете, только тогда я оставшуюся половину за кухню отдам. То есть, я еще половину не отдала вообще за все, за кухню, за шкаф, я им половину должна, 100 тысяч им должна отдать. Я в шоке, конечно, с того, как люди работают. То есть, ну, может быть, сборщиков, конечно, это их не интересует, они получили свои деньги и все. Но те, кто кухню-то делает, те, кто получают эти деньги, они должны как-то торопить, координировать там, да, ну, что это такое? Я говорю, можете приходить хоть через месяц, когда хотите. Другой момент только, чтобы меня не задерживали. То есть, если вы говорите, что вы приходите там к 10, приходите к 10. Если вас к 10 нет, я дальше строю там свои какие-то планы. Я не собираюсь целый день ждать сборщика, блин, который мне все это сделает. И вечерами, говорю, не надо. А он такой, а, вечером. Я говорю, нет, вечером не надо. Говорю, я укладываю ребенка спать, не собираюсь сидеть, и ждать, пока все это дело закончится. Все, завтра с утра точно буду. Ну, посмотрим, как он будет завтра с утра. Мне прям интересно, потому что он сегодня точно обещал быть. Я думаю, что за сборщики такие странные какие-то. Вот, короче, что касается сборщиков. Мы уже собираемся, решила сварить компотик из сухофруктов. Оставалось там немного. И добавила сюда еще ягоды годжи. У меня были кедровые орешки с ягодами годжи в перемешку. Кедровые орешки уже как-то не очень вкусные, вот. А засушенные ягоды годжи еще сюда добавила. Где-то жменька была. Вот, посмотрим, дадут они какой-нибудь вкус или нет. Вот, будет остывать, короче, уже к вечеру. В холодильник поставлю. Сейчас пока одеваемся, собираемся. Доброе утро, мои хорошие. В коробочку собери бумажечки все, которые ты разбросал, ладно? Черт. Давай. Да, спасибо. Всем привет, мои хорошие. День следующий. Я уже искупалась, я уже собралась. У меня сегодня новый лук. Сейчас покажу вам. Я, на самом деле, я недавно в Пинтерест, 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 не помню, как называется, короче, прочитала там одну статью, очень интересную, по поводу того, как вот это же, ну, выйти, знаете, из зоны такой вот этого вот, вроде много одежды, одеть нечего. Ну, короче, очередной, очередной пост на вот эту тему. И мне там понравились очень интересные советы, такие, как, например, соберите, один из советов такой, соберите весь свой гардероб в плане постоянно носимых вами вещей. То есть, обувь, которую вы постоянно носите, то есть, которую вы там за неделю, последнюю или за месяц одевали там 2-3 раза, да. Одежду тоже самое, ты посмотри, какой ветер начинается, когда вот здесь у меня открыта, закрыта дверь. Вот он, к сожалению. И, в общем, совет был такой, что соберите вот сумку с вашими самыми комфортными, часто носимыми вещами, и все, и вот отдайте ее подружке. И заглядывайте в гардероб, и смотрите, что вот вы не носили, пытаетесь сочетать из тех вещей, которые у вас остались. И там написано, что, как правило, 20% где-то мы носим, а 80% мы не носим. И вот эти 20% нам как раз нужно убрать на недельку. Короче, мы вот эти привычки вносим-вносим каждую неделю. Вот, ну и я представила, что я как будто эту сумку отдала, потому что я знаю, что я ношу, у меня оно все всегда под рукой. И все, и теперь прям пытаюсь одеть что-то то, что я не ношу очень часто, или там, например, белые кроссовки я стараюсь там не одевать. Вот теперь я их одеваю. Короче, наконец-таки мой лук вот сегодняшний. Это платьица, которую я еще ни разу не одевала, вам показывала его. Мне оно нравится на самом деле очень. И под них я одену кроссовки. Вот, кроссовки эти я не часто одеваю. Они тоже имеют, видите, красненький рисуночек вот здесь вот. Очень даже подходит. И можно было бы без рубашки. Здесь окантовочка белая классная, да. Это мой рюкзачок вот сюда вот пойдет. Но здесь, кстати, поезд был. Я поезд убрала и подкатила рукава на этой рубашке. Вообще сюда бы рубашку еще какую-нибудь пообъемнее, но у меня нет объемной рубашки. И я просто решила талию выделить вот тем, что я завяжу. Мне кажется, что очень хорошо получится. Вот под кроссовочки вот так вот, да, мой образ. И рюкзачок. Вот. Сегодня я так буду. Вчера, кстати, вам не засняла свой лук. У меня был серый костюмчик, который тоже я редко носила. Но я одевала их под ньюбеланс. Вот. Сейчас я накрашусь и выходим по делам. Вообще мне сегодня матрасы должны привезти. А из Икеи кровати ее нету в наличии. И она будет в течение только двух недель. Ее заказали 2-го числа. И вот я ее жду. Короче. Ладно. Еще что нам доделали? Фасады. Вот. Оказывается, здесь два вот таких фасада. Приходил человек, доделал. Вот. Я там уже чуть-чуть разложила что-то. Вырезали нам вытяжку. Вытяжку, наконец-таки, вырезали. Поправили нам розетки, которые тут чуть-чуть недоделанные были. И здесь нам обрезали вот эту вот лишнюю штучку. Да ты, мой солнышко, ты все сложил. Ты такая зяйка. Молодец. Все сложил. Ты, мой кися. Помощник маме. Да, маме. На ручке сразу. Ты хитрауля. Недавно подходит ко мне такой. Подходит ко мне. Я сижу, что-то делаю. Он такой. Мамочка. Такой, мамочка, любимая. Вот так вот обнимает меня. Глазки прищуривает. Такой, мамочка, моя красивая мама. Да. Вот так вот, мамочка. Я говорю, что ты хочешь, подлиза? Я говорю, что ты хочешь, хитрис? Он такой, да. Я говорю, что ты хочешь? Он, конфетку. Я думаю, ах ты, подлиза маленькая. Ты знает, как ко мне подойти, чтобы я ему дала конфетки. Ну, это вообще, конечно. Мне очень умилило, развеселило. И хитрый мальчик у меня растет. Так, ну все. Я пью вторую чашечку кофе. Надо сейчас узнать, когда мне привезут матрасы. Они сегодня должны привезти. У меня, блин, дел столько. Мне нужно выехать в город. И Люся с моря едет. Вот. Хотела, думала, пересечься. Если они мимо прям будут ехать, а я на машине где-то. То, блин, хоть обнялись бы, да поцеловались бы, да сфотографировались бы. Вот. Короче, надо узнать, когда они будут. На улице такой жуткий ветер. Просто отврат. Такой, знаешь, где я только вышла, и ветер сподул сразу. Казалось бы, что моя юбка сейчас просто взлетит до небес. Но у нее такое строение классное, что она как бы болтыхается, но не задирается. И длина хорошая по колено. Да и не хватит гудеть. Он имитирует у меня все звуки, которые слышит. Когда у нас светофор пикает, мы стоим на светофоре, он озвучивает пиканье. Вот. 14, 13. Потом пародлительно идут, он длительно делает. Сейчас вот пикало то, что не пристегнуто, имитирует. Все имитирует. Пылесос имитирует. Пародистом будет, может. Так, ладно. Ну, это шутки шутками, конечно. Все, у нас всего лишь-то немного времени. Надо столько всего успеть. Крошки мои, хорошая, приятная новость. Мне сделали скидку. Я сегодня пришла, в общем, все нам доделали с кухней, с этой. И я пришла заказывать, ой, точнее оплачивать заказ, вторую половину за гардероб и за кухню. Мне оставалось 98 тысяч отдать. Ну, я пришла и начала с того, ну что, мы с вами почти все закончили. И осталась самая малость решить вопрос скидки. У него такие глаза в смысле, а что не так, что не так. Я говорю, ну, как бы я молчу уже о кухне, да, на самом деле, что подзатянулось все это, фасады где-то потерялись, потом то-то, 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 нам впритык как бы все сделали, да. Да, вот, всякие моменты, косяки как бы и так далее. Но я молчу, о кухне, ладно, сделали ее добротно, хорошо, в конце концов сделали, хоть и это плюс месяц занял нам, да. Вот, но вопрос гардероба. Вы помните, что полочки там у нас минус 5 сантиметров, когда я делала все под, ну, тык-втык, мне должна быть глубина 40 сантиметров, а у нас убрали 5 сантиметров. И по факту я смотрю, что можно было бы убрать не 5 сантиметров, да, а убрать, например, 2 сантиметра или даже полтора. Они как бы вот раз грубанули, обрезали 5 сантиметров. И это такой момент, который уже не исправить. К сожалению, мне нужно только смириться. Соответственно, многие комментарии писали из вас, что это косяк, там, тра-ля-ля, и вот так бы все вообще переделывать. Но переделывать это будет очень затратно, да, финансово затратно. И, естественно, это не наш косяк, да, это их косяк. Поэтому вопрос скидки вообще как никогда актуален. Вот, соответственно, я у них еще собиралась заказывать столешницу. 4 тысячи стоит столешница, 3 метра ее сразу как бы продают, да, и могут обрезать мне под стол. В итоге я прихожу, все это объяснила, он со мной полностью согласился. Сколько, говорит, вы хотите скидку, я говорю, чем больше, тем лучше. Ну, я рассчитывала там, думаю, может где-то 3 сделать. Ну, 36 стоит гардероб, получается, в секунду. Так, это матрасы позвонили раньше. Я говорю, давайте, если вы сейчас приедете, я сейчас вернусь, потом свои дела поеду доделать. Так что сейчас надо будет быстро вернуться. Они к нам едут. Так, короче, он согласился полностью. Я, думаю, рассчитывала где-то, ну, там, 4 тысячи, я знаю, что стоит эта столешница, да, и думаю, ну, 4 тысячи, вот, было бы хорошо, если бы он на эту сумму сделал скидку, и просто бы я бы столешницу заказала, да. И в итоге он говорит, ну, 5 тысяч вас устроят. И я говорю, устроят. Я сразу согласилась и поняла, что столешница мне. Отлично. Вот, все, заплатила 93, отлично, я рада, счастлива, уже меня не смущают теперь эти 5 сантиметров. Как бы они компенсированы мне, приятно. Вот, получается, гардероб мне вышел 31 тысячу. Вот, ну, и начала вопрос со столешницы, в общем, начался вопрос со столешницы, что хочу заказать, они вообще отдельно не заказывают все это, да, но я говорю, в дополнение, как бы, к кухне, нам же надо, говорю, а как я буду стол там делать. Ну, в итоге он такой согласился, говорит, ладно, давайте закажем, я закажу, то-се. И получается, что они продают по 3 метра столешницы, и стоит это 4 тысячи. В эту стоимость входит обработка там и так далее. Я говорю, ну, мне не нужно 3 метра, мне нужно метр 30, например, да, а метр 70 целых еще остается, как бы жалко. Я звоню маме, я говорю, сейчас поконсультируюсь с мамой, куда мы могли бы деть остальную еще часть, потому что, ну, как бы, что, платим за все, что вот, ну, и мама говорит, а зачем нам этот кусок нужен, а куда мы этот кусок денем, как бы. Она говорит, а слушай, говорит, а ты же заплатила, получается, у нас кухню, когда мы делаем, да, кухня у нас 3 метра ушло целые, да, и еще кусочек, то есть мы обрезали. Она говорит, а у тебя там еще должно от столешницы, если ты заплатила полностью за 3 метра, у тебя должно там еще остаться тогда вот этот вот фартук, который, от столешницы, короче, не фартук, короче, она говорит, у тебя должно от столешницы там еще кусок остаться. Я говорю, а ну-ка, сейчас я подожди. Может, мне платить, не надо заказывать, не надо ничего. Я говорю, а вот здесь, смотрите, сколько у нас там осталось, посчитайте. Он такой, да, действительно, посчитал. Говорит, у вас там метр восемьдесят еще осталось. То, что я бесплатно должна забрать. Не бесплатно, а точнее, я за это заплатила. За целый метр восемьдесят. Я говорю, ну тогда просто обработайте мне этот кусочек, метр тридцать где-то. Я решила, чуть-чуть больше сделай, чем сейчас у нас стол стоит. Я говорю, обработайте, и мы сами заберем это. У них доставки нет на вот эти вот комплектующие, я так поняла, вот уже. Короче, нет доставки, я говорю, мы тогда сами заберем с производства. Он говорит, хорошо, если оно осталось. Я говорю, ну, если оно не осталось, говорю, надо сделать. Я же за это заплатила. Короче, он сказал, что завтра он закажет, все узнает. И, короче, если осталось, то не сделает. Если не осталось, то не отрежут, и мне все равно сделают. Завтра я позвоню и узнаю, что там по поводу моей столешни. Так, ты простегнул? Опять снял. Все, мы сейчас едем домой и ждем наши матрасы. А с этой кроватью икеевской, блин, вообще просто пипец. Ждать теперь еще две недели. Ну, ладно, будут матрасы, хоть ко мне в гости уже могут приехать. И на крутых матрасах, уже считаю, огромная кровать, спать. Ну, уже мне не так стыдно, блин, гостей встречать, потому что реально это комфорт. Но матрасы хорошие, 13 сантиметров. Будет мягенько, круто. Вот, все, поехали. Смотрите, какие у нас котятки тут маленькие, зайчики. Ай, чего зимой? Только родились недавно. Вон их мама черненькая. Тут вот кто-то вискос принес, чтобы покушала она. Они еще, я так понимаю, это... Слушай, они какие-то как будто породистые, да? А красочки прикольные, да? Слушай, ребята, у тебя маленькие зайки такие, какие зайки такие сладкие. Ну, вот они, два матрасика для будущей кровати Дэнкиной. Вот так оно будет в сложенном состоянии. Короче, увидите, все круто будет. А если один, ну, вот их два рядышком положить, то будет большая кровать. Я хотела, чтобы они вертикально вот сюда поставили, пока кровать приедет. Они говорят, что долго нельзя, что вертикально, а лучше коррецентально. Я говорю, ну, ложите тогда. Заехали с Дынюлькой в торговый центр парк. Я тут выбираю себе украшения. Зашли, в общем, в магазин, посмотрела, что хотела. Теперь захотели покушать. Третий этаж закрыт для еды. Но зато Сицилия открыта. И смотрите, какой вид у нас. Туду! От того, что народу немного, такое козырное место у нас прям вообще. Мне кажется, именно это место все бронируют, хотят здесь сидеть. Открывается такой красивый пейзаж. Смотрите, вот туда. Туда. Одно удовольствие здесь сидеть. Открыто вот здесь площадочка все. Здесь как раз парк написано. Короче, круто. Мы заказали, Деньки, макароны с сыром. Любимые, да? Макароны. Да. А я заказала сыром. Как думаете, что здесь? Жарко с индейкой. Я, знаете, когда заказ делаю, я руководствуюсь тем, что я дома, ну, вряд ли приготовлю. Да, там. Ну, или редко готовлю. Чушь. А поджаренную картошку я не очень люблю чистить ее, потом, короче, стоять над ней, переворачивать ее, жарить. Тем более здесь они так вкусно готовят. Я, на самом деле, готовлю очень похоже. Недавно готовила. Вот. И очень похоже было. Думаю, гля, я могу сама все это сделать. Но я не люблю ее чистить, резать и стоять над ней. Поэтому я ее решила здесь снова заказать. Конечно, думаю, блин, объемся сейчас. Опять полная пузо. Мне же пора худеть. Думаю, ну, ладно, ладно. Пока хочется, надо. Потому что когда дойду до критичной точки, начну быстро худеть. И я, в принципе, быстро худею. Вот. Что еще? Ну, все. Ждем заказ. Так, ну что, моя еда пришла, а Денькина еще нет. Ну, ё-моё. О, Денечка. Сядь. Ждем. А еще Деня мне сделал очень классные фотографии. Смотрите, сейчас я вам покажу. Смотрите. Это все Денечка меня сфоткал. Красиво, как ракурсы поймал. Ну, наверняка интуитивно, случайно как-то, но очень красивые фотографии. Это я самую лучшую выбрала. Вот эти мне нравятся две. Все. Спасибо, сына. Спасибо, сыночка. Спасибо. Молодец. Горячие? Еще дуй. Дуть надо, зай. Короче, макароны принесли. Все. Привет, мои хорошие. С вами Селена. Я собиралась, честно говоря, утром взять камеру, начать вам снимать. Но у меня то одно, то другое, то третье. Вообще, еще утром у меня совершенно не было настроения никакого. Не снимать, ничего не делать. Хотя у меня огромный список дел, которые мне нужно сделать. И вот сейчас я раскачалась только к трем часам. Сейчас уже без 25. Я уже сняла два видео. Сейчас собираюсь снимать третье. Для него накрасилась. Вот. И сейчас пойду снимать. И я заметила, что я все начинаю делать нон-стоп. Я еще не завтракала сегодня, ничего не ела. Только ребенка кормить успеваю. И снимать вот это бегать. Ну, полдня я, естественно, валялась. Ничего не хотела сделать. Не знаю, почему. Вчера было солнце, сегодня паспорт. Но, может быть, поэтому. Так. А что я сейчас хочу сделать? Маленький перерыв, пока у меня заряжается камера. Я хочу сейчас... Я сделала, Деньки, макароны уже. Они такие вкусненькие прям стоят там. И хочу их поесть. А с чем поесть? Денька как-то у меня ел мои котлетки на пару. Фрикадельки такие на пару. На индейки. Сейчас я сделаю. На индейки. Из индейки. На пару. Сейчас я быстренько их поставлю в мультиварку. У мамы спросила. Принадлежности с мультиваркой можно тоже мыть в посудомойке. Я просто счастлива, потому что я ненавижу мыть кастрюли, сковородки, контейнеры пластмассовые и мультиварку. Да, не люблю это все делать. Но так как супер, все, я сейчас поставлю, она приготовится. Я закину все в посудомойку. И надо мыть посуду. Это на самом деле большое счастье и реальная экономия. Я иногда даже не мою самостоятельно посуду, потому что у меня расходуется очень много воды, намного больше, чем посудомойки. Поэтому я ее стараюсь вообще накапливать. Вот прям стараюсь накапливать и мыть. Так, сейчас мы приготовим с вами вместе котлетки. Итак, по-быстрому. Нам понадобится полкило индейки или там 400 грамм. Так, два яйца, луковица. Возможно, я использую половину луковицы, потому что я делаю в первую очередь для Дэнки. И он лук не очень любит, но я его сейчас сильно как следует измельчу, что он, может быть, его даже не почувствует вот в блендере. Зелень, немного соли. Будут такие чуть недосоленные. Перец класть не буду, никакие специи класть не буду, потому что хочу, чтобы максимально было все натурально для ребенка. Итак, я в блендере перемолола, можно так сказать. Ой, слезы текут. Ай, слезы текут. В блендере перемолола, значит, индейку нашу. Извините, я сейчас буду плакать. И сейчас попробовала... Ах, господи. Сейчас попробовала зелень и лук. Не полностью лук, вот кусочек оставила, потому что мне кажется, многовато прям большого. Вместе с зеленью, чтобы... Раньше я резала все это дело, но, честно говоря, Данька не любит зелень. Если он увидит там зелень или лук, он будет все это вытаскивать, поплевывать, и вообще, в принципе, не будут эти котлеты. Поэтому я решила так все как следует перемолоть. Сейчас сюда все это засуну, два яйца и посолю. Ну, ё-моё, отлично, свет выключили. Селена решила приготовить в каком-то обеке, да? Вот, свет выключили. Короче, сейчас все это забросала, чуть-чуть посолим. Немножечко сделаю соли. Все это сейчас перемешаю ложечкой, а потом буду формировать ручками кружочки и мультиварочку. Так, ну что, вот у меня получилось на полную мультиварочку. Там я уже залила водички 0,5 где-то. Ну, короче, кипящей я ее закипятила. Сначала сразу налила, сформировала. Закрываю теперь и включаю на, так, 30 минут. 30-20. Поставлю на 30 минут. Вот она у меня сейчас, пока водичка там закипит. Я лучше буду смотреть через 25 минут по готовности. Если будут готовы через 25 минут, то вытащу раньше. Ну что, крошки, вот они готовы, мои тефтельки. Можно сказать, котлетки на пару. Очень вкусные. Я Деньке уже положила, они остывают. Сейчас он покушает, я надеюсь. Себе тоже сейчас положу. Себе, естественно, соусом каким-нибудь намажу еще. Короче, девочки, долго я с Деней боролась. Но вот здесь я вам скажу, меньше одной. Я ему две фрикадельки взяла и разрезала. Вот так, на такие кусочки. Здесь сейчас меньше, меньше одной фрикадельки. То есть он у меня съел одну целую фрикадельку с чем-то. Поначалу он, конечно, очень сильно кривился. Кривился, девочки, вот так. Как будто он ел вообще непонятно что. Потом только вроде распробовал. Я такая, ну вкусно же, вкусно. Он такой, угу. Я говорю, давай еще. Ну а потом сам уже вилкой наяривал. Но съел одну. Наверное, ему немножечко суховато. Надо было чем-то запивать. Но в итоге он это, ради фруктошки все. Я говорю, давай поешь и потом фруктошку. В общем, поел у меня и фруктошку, и фрикадельку одну съел. Сейчас макароны ест, любимые. Алло. Фух. Все, мой хороший. Батарик садится здесь. Сейчас я поставлю на зарядку. Я не знаю, начинает, наверное, с вами прощаться. Фух. Сейчас должна прийти ко мне там. У нее сейчас без пяти-десять. Что-то она долго едет. Мы с ней созванивались еще в шесть часов. Что? Алло, алло, алло. Вот она. Алло. Алло. Чего, чего, ты едешь уже? Давай. Я пылесосила сейчас всю квартиру и мылополы. Да, тебя встречаю. Таня заметила, что я дышу. Говорит, ты что так дышишь? Я говорю, это пылесосила, а мылополы. Да, у меня бывает, знаете, вот я не собиралась на самом деле убирать. У меня нет такого в планах сделать уборку, потому что я с детства это ненавижу. Но зато у меня спонтанно бывает, что просто я такая раз думаю, ну, можно попылесосить. Я начинаю пылесосить, пылесосить, в итоге всю квартиру попылесосила, хотя собиралась только кухню, да. Так, все, Дэнни пошел спать. Так вот, начинаю я убирать, короче, и начинаю убирать. Думаю, а что если бы попылесосить, а что если бы помыть пау? И в итоге все, я уже такая раз, и все, и все попылесосила, все помыла полы. Я вообще сегодня умничка, я и приготовила. И посуду помыла, точнее, посудомойка помыла. Она у меня молодец. Попылесосила, помыла полы. Так, Дэнни спать не хочет, сейчас, сейчас будут дрозды получать. Кто пришел? Кто там пришел? Танечка, да? Танечка. Танечка. Мамочек. Мамочка, это я. Нет, все, иди отсюда, иди отсюда, иди, а мы пошли, да? Короче, укладывала малого спать, но пришла Таня, и Дэнничка сразу выскочила, и бежала застричать обнимашечки у них там свои. Та-дам! Как всегда, не ожидала, да? Я вот это люблю. Да. Вот Танюша, кстати, не накрашенная, говорит, я не накрашенная, сниматься не буду. Я говорю, ты прекрасно выглядишь, не знаю. Как будто ты накрашенная. Не знаю, мне кажется, загорелое лицо, вот у Таня с этим повезло, она темнокожая, у нас девчонка. Слава богу, маленький взял. Да, мне кажется, загорелое лицо можно вообще не краситься. Вот я, если бы у меня загорелое ровное лицо было, как у Тани, я бы и не красилась, и не парилась. Мне вот надо немного краситься, потому что яркости надо навести на лице. А у тебя темное лицо, темные волосы, темные брови, с чем краситься вообще, не понимаю. Так вот, и что, сейчас я буду Таню обучать монтажу. Ну так, покажу я немного опару, азов, пока буду монтировать вам влог. Дыньку уложили, время без 15.12, сейчас мы пожрали уже, обнесли холодильник. Таня принесла опять что-то вкусненькое, там курник. Да, попробовали вкусно. Ну а сейчас мы чуть-чуть поработаем, потом, наверное, опять пожрём, да? Будем жрать? Да. Что будет? Жрать будем ещё? Ну, конечно. Короче, вот. Ещё поздний ужин у нас будет второй. Таня пришла и сразу спросила, какой месяц. Ну, все спрашивают, все замечают. Вот если бы я была беременна, я бы делала вот так? Да не в жизнь. Я бы делала вот так. Чего, мой сладкий, мамочка? Там ещё бы не видно было бы, ой, боже, вот так. Но я поправилась. Хотя, на самом деле, кто знает, неизвестно, как бы ещё пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok